Всем доброго времени суток! Меня зовут Артем. И как я уже обещал, мы сегодня проведем обзор серии рюкзаков AirContact. Мы решили не останавливаться на каком-то определенном литраже, а рассказать о всей линейке на примере одного рюкзака AirContact 65 Plus 10. Эта линейка выпускается в следующих литражах 40, 45, 50, 55, 60, 65 и 75 литров, плюс 10 соответственно. Модели 40, 50, 60 и 60 имеют пометку SL, это значит, что это женский рюкзак. Также этот рюкзак может подойти для человека с хрупким телосложением. Еще отмечу, что специально для украинского рынка производится рюкзак AirContact 110 Plus 10. И в нашем магазине вы также можете его приобрести. Итак, линейка AirContact предназначена для длительных походов, для переноски среднего и тяжелого груза. И поэтому в данной модели максимум внимания уделяется именно подвеске. Подвеска Dioter AirContact позволяет отрегулировать спинку под любой рост человека, путем того, что вы высовываете эти лямки и переставляете их ниже. Также в этом рюкзаке используется разработка Dioter в области поясного ремня. Это система Variflex, которая плотно обхватывает пояс и во время походов она немножко двигается. И поэтому такая система позволяет вам меньше уставать во время переноски тяжелого рюкзака. Также очень много внимания. Dioter, как всегда, уделяет вентиляции спины. Вот этот, можете увидеть, сетчатый материал. Под ним спрятана вот такая вот губка. Вот здесь вот прямо на эрылуке имеется небольшой фрагмент лямки. И видно, что здесь находится под сеткой очень пористая губка. И таким образом, когда человек находится в движении, он своим телом надавливает на губку. И тем самым внутри циркулирует воздух. И тем самым позволяет спине дышать. Кроме того, вентиляция осуществляется за счет специальных каналов, которые вы можете наблюдать вот здесь вот. Ну что ж, вернемся к карманам. Имеются карманы уже классические, как многие говорят, под бутылочку с водой. Но также это удобно, допустим, если вы опять же крепите здесь стойки от палатки, то удобно, чтобы они не вываливались отсюда. Очень хорошо, что производители, именно детер, начали отходить от классических сетчатых карманов, которые, ну, за счет своего расположения, с краю и внизу, они постоянно терлись во время похода и таким образом рвались. Сейчас это поменяли, поставили такой же прочный материал, как и на всем остальном рюкзаке. Еще по карманам, карман очень удобный для всяких мелочей, имеется непосредственно на поясе. Вот, в принципе, карман потайной, который имеется внутри клапана. И карман имеется сверху клапана. Естественно, есть еще крепление для трекинговых палок. Внизу расположен дождевик. Детер славится своими дождевиками. То есть, многие люди, купив в рюкзаке других фирм, приобретают именно их дождевики, потому что они очень хорошего качества, с проклеенными швами. То есть, по сути, это как кусочек тента от палатки. В модельном ряду литражи 40 плюс 10, 50 плюс 10 и 60 плюс 10, они идут с пометкой SL. То есть, это значит, что там женская спина. И сейчас я вам расскажу, какие отличия имеет женский рюкзак от рюкзаков обычной серии. Итак, тут нам попался 60 плюс 10 SL. Ну, SL, либо же вот этот вот цветочек, нам говорят о том, что это женская модель. Отличий не так уж много. То есть, никаких отличий в материалах, фурнитуре, змейках. Все на самом высшем уровне, как во всей линейке аэроконтактов. Здесь отличается только вот эта и вот эта часть. Вот эти плечевые лямки, они, во-первых, сами уже по сравнению с обычными аэроконтактами. И они расположены ближе друг к другу. То есть, это рассчитано на худые плечи, на узкую шею, то есть, на женское строение анатомическое. И вот поясные лямочки, они тоже немножко отличаются от обычных тем, что в обычном аэроконтакте они расположены ровно параллельно друг к другу. То здесь они немножко наклонены верхней части вовнутрь. Это сделано для того, чтобы плотнее сидеть на женской талии. В принципе, это и все отличия. Также аэроконтакт очень сильно продуман функционально. Он имеет основной доступ в рюкзак, сверху. Также он имеет нижний доступ, очень удобный. Изнутри есть специальная подстежка, которая может подстегиваться и делать нижний отсек отдельным. Чтобы вы могли что-то достать быстро снизу и сверху у вас ничего не упало. Также они с прошлого года, если не ошибаюсь, начали делать вот такой вот очень удобный доступ прямо в середину рюкзака. То есть, если вам нужно что-то достать даже из центра, то это делается очень легко и быстро. Сразу скажу, что на этой крышке они сделали такие очень красивые, стилизованные, полуполезные петли, куда вы с помощью карабина можете что-то пристегнуть, либо же сделать здесь шнуровку и также что-то закрепить. Естественно, боковые карманы имеют очень удобное расположение. Змейка сделана таким образом, чтобы если вы сюда вставляете каремат, либо же, допустим, палки от палатки, вы всегда имели доступ в рюкзак. То есть, вот здесь вот находится каремат, но вы всегда сможете залезть в этот карман и что-то достать. В прошлых сезонах недостатком было то, что вот эти вот боковые стяжки, они достаточно короткие. И наши стандартные карематы, они сюда просто не помещались. Но фирма Детер достаточно быстро отреагировала на это и теперь она дополнительно поставляет удлинители для вот этих стяжек. То есть, придя к нам в магазин и купив рюкзак, вы также можете приобрести дополнительные расширители для того, чтобы сделать больше и вы смогли закрепить все, что угодно. Что ж, спасибо за просмотр. Заходите на наш сайт avantur.ua, делайте покупки, получайте скидки и ставьте лайки на нашем канале. Всем всего доброго!